приветствую всех зрителей и подписчиков канала также гостей и пришивших для просмотра данного ролика atomic hard на канале продолжаем поиск лаборатории короче я тут неоднократно высказывался по поводу того что если не отключить explorer игрушка вылетает ну грешил естественно на игру на что мне еще грешить вот но вспомнил тут одну такую вещь когда-то я хотел попробовать microsoft light simulator посмотреть как он там на моем компе пойдет у меня еще старый компьютер был вот и поэтому покупал этот game pass xbox game посадок где собственно у меня сейчас и куплен atomic hard значит ребята у кого вылетает и кто играет через game pass это именно с этим связано потому что у меня также вылетал этот microsoft light simulator потом короче когда я убедился что все нормально игрушка идет все окей все зашибись я его купил в стиме и вылет и прекратились то есть это из-за game pass а так мы тут не все уничтожили но мы туда и пройти не можем ладно у нас нет задачи уничтожить всех и вся поэтому продолжаем играть ищем вход в лабораторию я так почему-то подозреваю у нас уже почти наверное концовочка близко ну как близко я не говорю что именно в этом ролике там сейчас нет но я думаю что мы к этому идем причем прям очень хорошо идем каждый день от comic heart я снимаю блин зашла и группа как-то спокойно и тихо никто с нами не разговаривает перчатка молчит вот вас и не стало профессор что же вы наделали я должен был получить от вас знания получив лишь презрение вся моя уверенность зависела от вас и теперь ну ничего у меня еще остались патроны я пробью себе путь в науку зато я выкрал из вашего кабинета шкатулку с вашей любимой музыкой чтобы не забыть я спрятал шкатулку в сейф в тот что с положительным паролем а не стрицательным какой положительный у собаки какой сейф что это нахрен такое ебать где моя а да ты то откуда тут взялся ну-ка бля ракеты нужны всегда просто ракеты нужны всегда дистанция и кайф музыка вообще и да бля 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 смотри-смотри-смотри-смотри-смотри так ну все да все тут опасности более новые ребятишки даете конечно придурочно этот еще тут носится раз это что мотиву такое это морг это морг здесь хранятся тела погибших для дальнейшего изучения в смысле погибших тела убитых роботами людей валяются там где их убили а эти-то откуда их же тут десятки и большинство молодые это тела добровольцев погибших в фоне опасных экспериментов на людях охренеть нет но я в курсе что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких душах или свиньи и для них требуется живые люди но чтобы столько труб это же просто охренеть а наверх именно для того чтобы их смерть не была напрасной и существует этот подобный причины каждой смерти тщательно изучается чтобы избежать их повторения ни хрена себе иногда вы бы хоть использовали для этого не знаю осужденных смертников нет туда не пройду но не все эксперименты могут быть выполнены на отбросах общества некоторые сверхважные и сверхсекретные разработки требуют участия исключительно полноценных в психическом плане личностей иначе все это может закончиться крайне трагично вы куда трагичнее то храз поверьте мне товарищ майор есть перспективы похуже иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию благодаря которому будет спасены жизни сотен миллионов так например было найдено средство против коричневой чумы пошли дальше пора все это заканчивать так ну блин я в лифт не могу идти а он и не работает да или работает не хотелось бы мне сюда в лифт идти блин а чё я вокруг обошел и все что срезочка какая-то плана в лифт он не пойдет выбраться из морга но нет из морга на то надо лабораторию найти это ахера нам выбираться так вот мы на второй этаж попали и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да нет же! Давайте не будем терять времени, я уже почти погасла! Смотрите, я провела анализы и расчеты. Это нейросетевое эхо, позволяющее трупам говорить. Это ключ к бессмертию! Каким образом? Это же просто остатки эмоций. Не совсем. Я разработала нейросетевой способ самообучения полимера прямо сейчас в голове. Можно сделать так, что сознание не будет угасать, а импульсы из него смогут отдавать приказы машинным частям. То есть можно пересадить сознание человека в машину и сделать его бессмертным. И что для этого нужно? Сейчас все очень просто, оказывается. У вас есть ручка. Я сама не ожидала, как это легко. Когда все, что у тебя есть, это мысли. Они идут так славно! Не томите, ну. Храсс, записывай, что она скажет. Да-да, сейчас я угасаю. Для начала нужен всего лишь простой советский. Советский есть в каждой квартире. Эй, гражданка! Ау! Боюсь, майор, все. Нейрополимер исчерпан. Хотя, успех ушла. Блин, просто утечка мозгов какая-то. Ну да, да-да-да. Так, хорошо, я понял. Так, так, так. Значит, значит, желтые должны идти рядом. Эту, там, желтые, нужно... Блин. Ага. Нет, это значит, там через одну должен он быть. Более, так не работает. Так, этот желтый должен к стене, блин, подойти. Как мне так сделать-то, дать? Он не подходит к стене вообще никак. Он же мне нужен с другой стороны, получается. Интересно. Если мы синюю сдвинем... Вот так. Эту на сколько еще? А, теперь у меня синий сюда не подойдет. Он должен отсюда двигаться. Так, так. А эту на раз-два, да? На раз-два. Вот, 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 вот. Так, нам туда. Ну, я... О, подожди, 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 сохранимся. Да, по поводу, там, вот этого, моего оружия, ближнего... Блин, я хотел сходить за другой этой штукой, короче. Ну, что-то я передумал. Мне так неохота сейчас в этот лезть. На полигон. Не понял, короче, да? На полигон, блин, неохота. Да, ёб твою. Вот так. Блин. Она иногда вроде нормально дается, эта штука. А иногда она прямо весячая попадается. В том плане, что, блин, смотришь, смотришь, она бежит, бежит. Блядь, что это такое? Это что-то, это красная жижа, да, там, ва-ва-ва, вселяется в кого-нибудь. Смотри, опять эта херня. У меня одна всего ракета. Нет, погоди, не так. Я тогда на вот эту огонь поставлю. Ого, вдруг биться придется. Скажут, что ящик там, там ящик вообще нифига не видел. Блин, что это за херота, блин. Ну, что я сюда пришел тогда? Вот он, плюш. Ну, я надеюсь... Блин, я что, я зря сюда пришел, что ли? Я зря вскрыл замок? Ну, так же не может быть. Тут ни хрена нет. Кроме вот этой штуки, ну-ка. Данные удалены. Приработанные животные. Честно, блин, вообще это не читаю и как бы не вижу смысла. Может быть, конечно, он и есть. Но. Я там пытался поначалу читать. Ну, что-то... Толку нет, короче. Так, а сюда мы хер зайдем, да? Мы не зайдем. Нет, мы заходим. А сюда? А сюда нет. Ладно, допустим, камера. Подписывайся. Вам еще есть, да. Все, нет, да вы-то там откуда беретесь, не, не все, там еще есть. Да ты что, собака? Пойдет, пойдет, вот так вот нормально. Хоть я восстановил, или это вторая? Блин, вы услышите. Блин, вы услышите. Там, короче, еще есть эти. Ули где-то вот этот вот, вот такой. Вон он, он не рабочий. Рабочий, значит, где-то там еще. Вот что тут понапихали, блин. Вот что, блин. Как же так вышло-то? Не говори, блин, роботы взбесились, ну. И ящик. Не совсем то дело, что нужно. Это ящик? Это не ящик. Это не было. Не, вот тут где-то ящик, смотри. Какая-то хрень, короче, ну нафиг. Я понял, что я слепошары просто. А тут он где? Так, дробовик, ПМ, Калаш. Блин, вот так вот тут вышло, блин, брат Тюня. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. дичь все овощи чинов нормальный мужик но как он такой допустил армия роботов озверевшие мутанты и тысячи невинных же как ни крути а виновата предприятие да тут и без петрова проблем навалом какой к черту коллектив 2 до конца и уходить в отставку ваша некосерная мастерная детка создает неприятный факт на моем коде не лезь мне в башках раз говорил займись делать установи маркер куда нам дальше пойти в лабиринт в натуре ебанулись вам вам прекращать да сошли с ума мягко сказано так у нас здесь комнатка отдыха пойдем ну-ка давай посмотрим что у нас по примеру ох ты ох ты ни хера себе так а то нам что дает вы резисторов на электролизованная цель получает больше урона давай мира полимерный ускоритель на полимерная перчатка получат модификацию ускоряющую время регенерации заряда давай мощная электролизация повторная атака еще сильнее заряжает блин повторно повторно не доходит ну давай все равно уже тогда у нас уже и шок полностью прокачан блин я вот не пользуюсь заморозкой применение медицинских препаратов позволяет вам регенерации нескольких секунд так дорого это все стоит а меня оружие осуществляется вдвое быстрее блин 67 фиг с ним давай прирожденный стрелок отличные стрелковые навыки позволяют вам с большей точностью вести прицельный огонь ну блин я вот здесь нифига не делал так удельная энергоемкости в циркулярный магазин и вашего оружия в ходе модернизации получает дополнительную энергетическую ячейку ваши атаки дальнего боя тратят энергоресурсов циркулярного магазина значительно медленнее а здесь что будет повышение уровня авто восстановления энергии блин циркулярный магазин вашего оружия ссоре в ходе модернизации получает дополнительную ячейку я уже читал мы еще что ли одну ваши атаки ближнего боя заполняют энергоресурсов циркулярного магазина ну вот на самом деле такое себе так ну качо мне по персонажу а блин это я уже все посмотрел так не прицельный огонь с большей точностью давай а телекинез у меня а телекинез тоже еще не полностью вот эту надо было бле ну ладно тогда пока тогда пока так так есть возможность у меня что-нибудь улучшить давай посмотрим желаемое действие выкачу улучшать то вот это по моему уже допустим видишь блин в двенадцатом а тут на крепыш только одно револьверный блок заряжения было бы да было бы три этих при ракеты бы заряжалась кстати по ракетам надо же взять чуть здесь я уже просто не помню так урон чеку лучше дополнительный сегментом поляризатора увеличивать степень ионизации картечи дополнительного лечения прироста и мурона блин подавая уже чоколашка чем хотя блин нет я не так часто пользуюсь так отказ от пружины в пользу полимерно пошли позволяет еще увеличить емкость магазина ну давай просто ресурсы сейчас суру все так расширенная шахта позволяет проводить перезарядку по два патрона да вот это давай это бывает в конце уже нету нихера так ладно она крепыш мы ничего не можем да сделать а этот этот у нас улучшенный при попадании в неорганическую цель снаряд имеет возможность отскочить в рядом находящийся неорганическую цель урон от такого снаряда снижен двое но это не хочу ставить я на ствол у меня чу полностью прокачан на электромагнитные излучатели но я живу взял да он урон повышает ну-ка давай еще урон повышает смотри с этим стволом по интереснее будет пилотока атакующего разряда увеличена на 10 ампер или штурм по органическому неорганический хер у вас не ну ладно чё пускай ладно есть пока ресурсики можно это можно побаловаться можно побаловаться так мне наверх правильно правильно но отсюда пойдет кто-нибудь что-то не хотят потом их четыре штуки я могу еще наверх пойти вот это пойдет замок опять какой-то причем двойной так красная красная синюю надо вообще дали далеко куда-то убирать давай смотреть а замок поменялся красная посередине погоди а красную желтым меняем идем нам надо подгонять получается а синюю мы так подогнать не сможем еще и желтую надо даже желтую же на одну нужно наоборот сюда надо еще на одну твою мать так вот так нет это так блин она теперь с красной будет меняться дождя почему так-то получилось все правильно а мне душа это будет не так-то просто ее хрен так поменяешь она так не поменяется с красным да ёпта я долго буду так делать эту хрень лучше вот этот сложный замок попался а не видишь они должны идти все вместе а красная отсюда у меня не пойдет красная только отсюда идет не желтую теперь надо подогнать еще вообще вообще слушаю сложно замочек как мне перегнать туда не блин слушаю реально сложно замок просто я их видишь их три вместе надо поставить три и вместе поставить можно а теперь мне еще нужно будет поменять и красную и желтую и синие вообще все надо меня она там через одну прыгает так это вот так зайдет а ну-ка с этим не что-то нужно сделать красная и синие должна местами поменяться но она так не поменяется а середины блять середину он не достает и как я должен их поменять то ёб твою мать прикинь блять теперь надо чтобы красная вот отсюда шла не слушай это очень сложно мне нужно блять красная посередине при всем при этом она на подожди теперь мне надо блин мне же еще и желтую подгонять мне только вариант красная отсюда туда пройдет мне нужно сейчас поменять нам не захерачу надо тут менять нет короче не хочу я с этим замком париться давай мы его поменяем да он он реально сложный так короче че у нас здесь так две желтых вместе при этом надо и не и сюда да нет синюю посередине надо оставлять когда она совпадает вот но я говорю тот просто замок сложный че нет у нас что получилось это срезка какая-то или нет ну да я здесь был так я парился с замком чтобы срезку получить хорошо но так мы идем тогда наверх вариантов больше нет надо посмотреть что у нас есть здесь а у нас у них длина нет вообще бля ну ладно ну ладно идем дальше он там что то есть но сердце что то там незначительная опять двойной замок так ой короче блять подожди я я сразу выхожу там три подряд идет я не буду такие замки но разгадывать так два красных у нас вот так пойдет как а вот так нормально когда три подряд идут и там блин порядок что все это делается все это можно и на самом деле это не так сложно но когда их прям прям три подряд там нужно понимать логику как это выстроить я пока что не хочу играть в пятнашки прямо на таком уровне сложности пускай там кто-нибудь другой кто этими пятнашками увлекается проиграет а я блять я не взял эти это хреново что я не взял мало ли надо всегда с собой хотя бы что есть таскать ладно надеюсь еще возможность будет как бы как бы вот подключил тебя обновлено ты не ты 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 планет солнечной системы эндоскелет и надеюсь эта штука на нас не набросится здоровенная на данной стадии в экспериментальных образцов отсутствует структуры нейрополимерных мозговых тканей пока это лишь полимерные тела они не способны передвигаться размер у них конечно впечатлил это хорошо это для планет с низкой гравитации какие-то для низкой гравитации какие ты для высок исследований ведутся во всех направлениях в одной из вам вы можете увидеть даже попытку вывести организм приспособлены к существованию юпитерианском океане смотри медведь он собака была здесь медведь вот это что за херота вот это наверное есть в океане хотя тут все такие хероборы вон слон да это же слон нет это не слон это олень это непонятно кто ну хорошо что они не могут ходить иначе было бы мне кажется нам не очень здорово так вот как раз макет возьму выберите желаемое действие как склада разбор что мне не нужно а вот здесь короче давай я наверно маленький сейчас по разбираю мне их до хрена и понаделаю средники они место занимают а толку ими лечиться уже как бы такое себе а средних мне тогда надо сколько раз два три четыре надо четыре средних патроны вообще пока не вижу смысла брать для для пм а того же есть меня немножко и хватит так значит смотрим это первое вот эти нам нужны давай хотя бы шесть я буду с собой носить блин а у меня тут то и и так вон силок может больших тогда сделать вот блин я я тут это слышу я запарюсь их тут разбирать сказали носить с собой короче сгущенку и водку там я ни разу не использовал не знаю вот аж она там увеличивает зачем так мотанулся блин только что нельзя тут сразу все выделить допустим вот это вот это вот это и разобрать блин да их тут еще капец так давай я на паузу пока поставлю чтоб тебя не смотреть так ну вот в общем то короче разобрал я все эти штуки как мне кажется не нужны это энергию что ли у меня в этого и да водка есть гущеночка есть хочу по месту у меня в инвентаре так 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 но я тогда не буду наверно создавать химки а смысл врез и тратить у меня он эти есть я сейчас эти возьму да и все которые у меня есть вот пусть будет так не он большие то хрена тоже может вообще больших набрать ладно ладно так баллоны 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 давай кому наверно один такой возьмем и один электро мы возьмем вот что она дает я как понять чё она дает в этот при создании наверное можно посмотреть или нет а нифига водка тут не создается так ладно ну короче ладно как-то так да я хрен не взял я и за желаемое действие для давай возьму вот это по моему адреналин вот это энергию восстанавливает вот это я не знаю что она дает ну что-то она дает короче тоже ладно пусть будет блин так куда нам дальше ну 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 Продолжение следует... Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. А ведь когда-то мы были нерослые, а то... Но Виктор сделал слишком много неправильных выборов. Я пока вообще никому не верю в этой игре, вообще никому. Благодаря гению Димитрия Сергеевича все знания, полученные Петровым, останутся с нами. О! Филатова бежит! Доктор Филатова. К концу процедуры ассимиляции мы сможем вернуть... У нее гранату в руках, блядь! Не трогай его хотя бы после смерти, подлец! Граната! Так убегать надо, а не говорить граната! В укрытие надо падать. Граната, блядь! Так, это полимер. Сейчас у него он, да, в Севице. Так, ну это полимер. А у нас получается очередной приступ. так допустим ладно допустим ладно где мы оказались хер поймешь похожих на какую-то больницу бутылку водку мой мозг пытки отрезать с мучения закрытые кого отрезать пытки можно вывести сумасшедшие были и дети любят картинки цветные книги из отцовской библиотеки вы видели интереснее медицина, теоретическая физика наука не пытается представить мир ярче не выдает ложь за истину она просто излагает факты так я узнал к чему мне готовиться я сделал одно открытие чудовище в темноте ведет себя естественно и подлежит изучению чудовище на свету уносит мазь а потому не предсказанно то есть опасно очень опасно очень опасно поле на свет и делает нас чудовищей я же здесь был блин я могу выключить свет да слушай ну вот эту вот эту паранойю до п3 майора вот этого вообще разработчики респект разработчики молодцы сейчас волк получит короче люлей так ну а мы идем дальше вперед ногами короче разработчики просто блин ребята прям красавчики и какой нахрен сталкер 2 блять который они там что-то не собираются точнее уже вырезали русский язык засуньте вы себе его в жопу твой сталкер блять который никогда в жизни не выйдет а если и выйдет никто его не купит никому нахер не нужен вчера сидел на форуме про сталкеров ну за сталкера там читал да он людям не интересен вообще просто там наверно только самые фанаты его ждут а всем остальным они уже говорят да нахер он нужен этот сталкер сколько можно его ждать столько лет блять так куда мне надо ёпта так вниз падать нельзя так погоди а я понял угу ищу ищу пока я пока вообще не не понимаю куда мне надо то а блин прыжки в этой игре это знаешь это отдельное испытание у меня на сюда да но я не я не попал я не попал туда я говорю здесь с прыжками очень тяжело все пизда вот отсюда проще сюда запрыгнуть и зацепиться хотя какая разница да с какой стороны но вот оттуда я зацепиться не смог да блять он туда не прыгает слышали а да блять он туда не прыгает слышали а а может я могу вот здесь пройти вот так вот вокруг только зачем о смотри это кто короче какой то пушистик но он сюда не прыгает вот сюда могу спрыгнуть я обойти там как то кругом может быть надо блять блять ну как короче я буду сейчас туда прыгать я по я думал все таки ладно может на самый верх ну дичь конечно прыжки в этой игре это ладно игру конечно это не испортит впечатление от игры но немного может подпортить настроение тебе так куда я все 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 прыгал и сюда так вот сюда я прыгал а вот так он опустил он отпустился я не понимаю товарищи разработчики блин в этой хренью себе все портите реально да не ну там явно надо наверх не просто так же это сделали блин я не знаю как он зацепился но как-то он зацепился мысли очнись я понял ай бля а ну ладно вот я хоть тут остался да блять что такое не могу попасть на эту херню ну твою мать что за это раз где лариса доктор филатова скрылась еще до взрыва что там со штоком произошло взрывом товарища штокхаузена отбросила ванну с полимером к сожалению он погиб вот же лицемерка я врач я врач вот тебе и врач и те же пассатижи с гранатой ваша жена одна сатана впрочем филатова и петров не состоят в браке да какая разница надо найти выход я не понимаю почему блин самый ответственный момент он у меня отключается он второй раз уже отключается помнишь первый раз как катсцена была когда там роботы типа ну этот хрен приехал на завод и говорит какого хрена вы мне тут гоните у вас тут полный пипец происходит это он отключился там их всех попер и стреляли хотя ни одного раненого робота не было и сейчас прибегает филатова с гранатой хаузер этот вообще ваут уходит а блин мы отключаемся и ни хрена не видим мы находимся там в каком-то твоем мире не очень я так думаю хорошим блять это это шизофрения нет меня убила гранат мне очень жаль что так случилось я не хотела всего этого но сейчас все это вторично ну что ж тогда первично твою мать я покажу тебе все нам надо встретиться ты должен увидеть это сам своими глазами что все объяснять на словах бесполезно а вот это точно я уже ни хрена не понимаю ты поймешь когда увидишь у меня есть доказательства жду тебя в академии последствий вход туда расположен на маяке не доверяй никому уже я и на самом деле так никому не доверяю потому что башка идет кругом от всего происходящего как хрен знает кому верить все вроде пытаются меня настроить против этого сеченого с другой стороны блин чтобы вы уничтожили бета-коннектор да чё ты прицепился к этим гребаным кольцам вы хотели принять решение относительно колец тогда когда настанет подходящая обстановка она настала сейчас не до этого именно сейчас до этого товарищ майор потом будет поздно до какого хрена ты до меня докопался храс вокруг трупы это безумный докторша с гранатой убила штока чтобы отсюда выйти нужно прорваться через роботов какие нахрен кольца хватит называть их кольцами майор научитесь уже наконец думать прежде а не после это бета-коннектор посредством которой два робота-убийцы будут полностью выведены из-под чего-либо контроля за исключением своего кровожадного хозяина вам мало смертей какого еще нахрен кровожадного хозяина кольца у меня я не собираюсь надевать их ни на каких долбаных роботов и долго они у вас пробудут как вы считаете майор сколько пробудут столько и пробудут время еще есть времени больше нет очнитесь процедура ассимиляции головы петрова запущена вскоре сеченов вернет роботов в стандартное состояние и вас отзовут как только вы прибудете к сеченову кольцу вас изымут да с хрена ли все что попадает в ваш инвентарь записывается в моих лог файлах я не могу их стереть доступ есть только у сеченова первое что он сделает это ознакомиться ему нужны эти бета-коннекторы да они похожи всем нужны зачем неужели все хотят себе личных роботов-убийц а вы подумайте майор кто именно интересовался бета-коннектор так ну ладно пошли на маяк со своими стальными близняшками что хаузен правой рукой подходим сеченова баба зина секретный двойной агент непонятный крюль что блядь это что такое я понял блядь я так и сказал на кого ты взял на подержи покажи нас спасать да блядь вали нах да блядь вали нах да блядь вали нах да блядь вали нах нах да блядь вали нах с гёбаных я понял она не ощупальца не захерачивала и что такое я я ракеты закончили я опять застрял где-то или чё да блядь она наша спрыгнет ну ты вовремя блин она чё не убила перегрев вот так вот аккуратненько с лазерами надо быть ударит охоте химия сверхпроводники микроэлектроника чего всего 5 микроэлектроники на лучше блин смотри тут кит короче на него можно было залезть а на него залезть даже нельзя ну я не пытался ладно нам на маяк а я говорю эту хер всегда надо с тобой или носить я не веду ракета да ты понял меня опасная думал не справлюсь и это еще не самый сильный робот настоящие боевые роботы гораздо смертоноснее вам это известно лучше меня здесь нет боевых роботов пока нет но с запуском коллектива они появятся везде и на двух таких будут установлены бета коннектор вы хоть представляете сколько крови прольется из-за чьих нибудь личных амбиций да ты достал меня этими кольцами вам чего всем не иметься так у кого-то чертами ты чего все ты доволен это было правильное решение товарищ майор не сомневаюсь она спасла много жизни быть богат же больше чем я себе представляю надеюсь так как найдут это молова не очень сильно нужны все равно найдут лучше полных себе собрать у него их не так легко а вот найти их там где-то в речке говно течки твою мать неожиданно процедура извлечения кодов доступа из нейрополимерной памяти петрова прошла успешно боевой режим отменен роботы вернулись в стандартное состояние ты молодец сынок не подвел все кому удалось укрыться и выжить обязаны тебе своим спасением я горжусь тобой спасибо дмитрий сергеевич что теперь возвращайся на борт челомея пройдешь медицинское обследование отправишься в отпуск а мне предстоит разгрести последствия всего этого вас понял дмитрий сергеевич скоро буду вы ничего не сказали сеченова филатовой все-таки собираетесь встретиться с ней хочу посмотреть на эти ее доказательства академику сеченова это не понравится а ты ему не говори я могу идти или нет или мне его грохнут но он вроде как что они вышли из боевого режима они не нападают конечно я пойду к филатовой на рту вы тело лариса не видно значит мимо дров она все же прошла я под я хочу знать правду я пойду к филатовой так мы наверное эта серия подольше получится блин не буду я скорее всего делить ее на 2 потому как у нам наверх чули а как ну потому что сейчас сама мне кажется интересными такие вот вещи пошли ну хорошо маяк ради искать развязка лариса лариса где то есть ты ебучий пироги я никому не регистрирую поблизости нужно осмотреться должна быть тут вы доверяете доктору филатовой я никому уже не доверяю но она хочет что-то важное сказать а вот дмитрий сергеевич напротив темнит раньше товарищ сеченов посвящал вас свои планы не особо нужды и в этот раз может нет но вся эта история с петровым шток пропал а шеф даже ухом не повел кругом трупы почему запуск коллектива так важен что его хотя бы из уважения к погибшим нельзя отложить или перенести нет таких данных товарищ майор нет данных вот и у меня нет за ними и идем когда мне сказали что мой мой личный маяк вырвут из земли и прямо с сахалина роботами увезут казахстан я подумал что они пьяные нет сейчас он стоит в тысячах километрах от океана как экспонат и я с ним как экспонат до зарплаты больше до работы почти нет все машины делают а мы с ним вместе просто служим подтверждением что нет для человека ничего невозможного да вот только что они тут так охраняет что кругом пушки летающие а как допустим не использовать там водку или адреналию я могу как-то это использовать допустим вот у меня есть адреналию смотри тут можно посмотреть восполнять здоровье увеличивает скорость восстановления рывка в течение некоторого времени пока ты думаешь мне во время боя вот так вот дадут зайти в инвентарь я что-то в этом сомневаюсь так ладно можно еще выше а у меня вишь типа красная короче по краям стал типа под адреналином я но я просто попробую ну все ради сундуков мы сюда поднимались а мы не сидим еще ниже так ну и чё тут кресло телек я не так себе это место представлял а что вы представляли полагаю что этого интерьера есть какое-то назначение так мы разберемся со всеми назначениями подожду пусть есть нам да надо она по так вот и бумагу мультики будем смотреть его боляй системы вот это взламывались кругом городу куда мы попали так вот он как непту отразить прямо-таки восторг сон треба не отказался там побывать но даже не думаю что творится сейчас товарищ сеченов просил вас явиться начинами как вы объясните свою задержку разберемся сначала с доктором если вздумает бежать еще раз пожалеем устроил тут кошки-мошки а мы в bioshock попали и корны бабай бежок 3 но ребята были намутили конечно а чё телевизор упал неровно надо было сделать чтоб он ровно упал блин пока мы тут спускаемся мы бы могли мультики посмотреть пойдем я тебе уши надеру блин собака зачем мы здесь чего ты хочешь стойкой 3 просто выслушай меня давай я покажу тебе ситуацию с другой стороны а дальше сам уже решишь как быть попробуй ты знаешь как сеченов собирается использовать коллектив 20 нет не знаю для чего он нужен после запуска коллектива люди будут управлять роботами силой мысли и лишаться возможности гадить друг другу я уже в этом не уверен не так уж плохо я тоже когда-то думал именно так но реальность оказалась совсем иной управлять можно будет не только роботами сеченов сможет управлять всем что является частью коллектива коллектив это колоссальное зло это даже хуже чем просто рабство она права ерунда обычная субординация только распространенная на виртуальную сеть что в этом такого ужасного пойдем сам все увидишь показывать спрашиваю еще где мы это академия последствий память и аналитический центр предприятия главный архив здесь изучают работу всех комплексов делают выводы и прогнозируют сетку вероятностей ближе к делу в академии много интересных отделов например радио будущего математически совмещая последовательность коротких волн и сигналов удалось узнать какую музыку и песни будут слушать через 50 даже 80 лет но есть это и очень особенный отдел поведенческая психология полимеризированных субъектов считается что это добровольцы но так как ты сюда пришла почему дрог на тебя не тронули меньше что больше не удалось просим как ты сюда прошла почему дров и тебя не тронули а я здесь работаю работала только сеченов мог бы нолить мой допуска ему явно сейчас не до этого я ему не угроза меньше слов больше дела и чтобы без гранаты тому подобных выходок дернешься как-нибудь не так убью без предупреждения как хочешь пошли тратить время не буду веди вален серия затянется просто ну тут тут сейчас не прервешься тут очень интересно и тут уже все пошла вот это вот нить повествования пошли ну что готов отключить поляризацию это че еще за сумасшедший дом кладбище разума добровольцы с которых начиналась нейросеть коллектив первые экспериментальные группы погибли полностью тридцатая сошла с ума 73 покончила с собой сотая друг с другом двести четвертая сама успешная все выжили их сознание находится в вымышленном мире мы называем его лимба так что я в этом мире уже побывал под полным моим контролем хочешь им что-нибудь приказать зачем убедиться что я не вру ладно пусть станут в одну шеренгу еще вон тот толстый пусть попрыгает ему полезно а только он а пусть прыгают все у нас же коммунистическое общество а я сразу сказал что вот этот вот коллектив это хер и меня полная тут устроить несчастные люди нет а вот тут ты не прав с химической точки зрения они абсолютно счастливы это и есть коллектив весь мир станет таким только в полной версии зачем сечина у толпа идиот хочешь сказать что он мечтал позабавиться над миром все будут бегать голышом и вести себя как животные нет эффект деградации личности удалось исключить память манера поведения речь навыки все сохранится люди не смогут избежать лишь одного полной потери свободы воли то есть все чудов и так понимаю хотел получить вообще власть над всеми это надо остановить виктор пытался но ты ему помешал а теперь боюсь уже поздно твой виктор сошел с ума и убивал людей он пытался убедить меня что сеченов обучает роботов убивать еще на этапе конструирования для чего для чего для чего сеченов создал коллектив как систему управления сознанием а эти нейроконнекторы сеченов хочет поработить мир если не понимаешь этого простенья ты просто идет чёрт шеф не может так поступить может и поступит в понедельник мне тяжело поверить в это я помогу тебе чтобы ты там не задумала рискнешь пойти против сеченова после того что ты мне показала да хочу услышать что он скажет в ответ что еще такое ты о чем не о чем перевариваю увиденное почему ты мне помогла может потому что мне не все равно да и не в тебе дело ну или не совсем в тебе если ты работала здесь то почему не пыталась предотвратить это я верила что это будет на благо на благо всего союза а когда поняла как все на самом деле нужно было выждать удобного момента мы рискнули с виктором и вот чем все закончилось ладно проехали что-то мы совсем уровень рамках башка гудит в последнее время приступы всякие работа нервная сама понимаешь будет не больно солдат ты даже ничего не вспомнишь приступы это серьезно ну я нейрохирург могу помочь если все хорошо закончится да уж не надо на курорт съезжу пройдет если все хорошо закончится ладно слушай насчет виктора я что у тебя не было выбора ты не мог поступить иначе не может быть тебе жаль что ну блин да жаль с одной стороне жить а мне нет должно быть виктор там по-другому уже бы не вышел он да и не совсем он это уже был я не хочу об этом акта жаль конечно может быть он и неплохой был чувак но он сам себе в принципе башку хернул да как там не стремно среди этих людей а ну потерпи скоро так будет во всем союзе а потом и во всем мире поглядишь на общество из вот таких без собственной воли знаешь свобода воли не гарантирует что человек не будет сволочи ты что же оправдываешь злодеяния злодеяния какие если это добровольцы то быть здесь в целом их личное дело меня это не касается это чудовищно так точно хватит не до болтовни хорошо наслаждайся видами ну да здесь конечно просто полный пипец блин а еще с кем-то биться что-то дают дофига всего сопротивляйся любимый сопротивляйся твою мать как же достал это глючная хрень перед глазами при этом нарушается восприятие окружающего мира кубу знаешь да ты знаешь что это за дерьмо переход в лимбо его невозможно избежать как ты сорвал его не знаю меня словно зовет вон тот кусок полимера как большая слеза такая вон там над нами видишь там ничего нет как нет если я вижу ее прямо сейчас где уже не вижу побочный эффект вызванный перенесенный тобой операции реакция поврежденного мозга на нейрополимерный имплант какой еще нахрен имплант сичинов тебе не сказал то есть ты не знаешь что с тобой происходит раз чё у меня с башкой ты понимаешь майор я не фиксирую никаких внутренних изменений однако ваш полимерный расширитель и восход отчетливо принимают неустановленный поток данных извне что это за система с кем ты говоришь хранитель знаний искусственный интеллект полимерной перчатки не суть раз ты о чем вообще храз да погоди ты храз какие данные какой расширитель восход полимерный расширитель восход разработан на основе моих опытов и опытов дима сеченова чего твоих опытов ты кто такой что сеченов для тебя дима товарищ майор все не просто я крас да хули ты там трещишь все происходит майор в руки себя возьми если все что я думаю правда я смогу сейчас получить доступ к архиву там должны быть записи о тебе пойдем в архив посмотрим назовите имя персональный код да и пучей пироги неверное имя ладно попробуй сломать дожди имя харитон родионович захаров код муся код принят доступ к помещению разлакиров какая ты там как молчит молчит так ох раз это выходит что ничто а кто в каком смысле если очень просто это профессор харитон захаров охренеть как просто как это захаров профессор захаров занимался разработкой под систем коллектива и вёл исследование модуля того что установлены в тебе нам сказали что он провел серию опытов на себе самом результат оказался непредсказуемым и плачевным на себе он что больной не был больным захаров был мизантропом его интересовал только наука думаю его тело не казалось ему чем-то ценным и когда ты поняла что храс это захаров да вот только что и поняла когда он у тебя выключился не знала что его сознание сеченов сохранил в твоей перчатке храс по аббревиатуре догадалась получается храс уже не человек просто прибор не знаю получается так с той разницей что это прибор основанной на логической системе и опыте одного из самых умных советских ученых и зачем он сеченов да затем что сеченов никогда не выбрасывает что то что может пойти в дело ему проще все изменить под свои желания полагает уже заметил забавно то что похоже ты с ним сдружился ну так через многое пришлось пройти да и я не без чувств живой же человек и он был ты говоришь об этом так спокойно харитон родионович для меня умер довольно давно я достаточно по нему выплакала к тому же я ученый к смерти мы относимся более спокойно чем затуманиванию мозгов как нам пройти дальше постоянный доступ в архив есть лишь у небольшой горстки людей усечного у лебедева директор академии и как ты мне удачно напомнил у захарова муся и чтобы мы делали если бы пару не подошел уверен это бы разнес дверь голыми руками но он подошел и теперь архивариус принимает меня за харитона родионовича нам очень повезло мы сможем узнать и тебе все идем здравствуйте харитон родионович здравствуйте у меня много вопрос личное дело агент по 3 в архиве найдено 42 аудиозаписи с какой начнем да по барабану в общем то тогда неси любую вот еще одна мысли вот еще одно это это первое вон там еще 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 в учебре еще вон за но и я принес попробуй вот эту а сюда надо я думал после событий в болгарии агенты поступили в крайне тяжелом состоянии технические клинической смерти агента блесну спасти не удалось ситуация с агентом плутонием оказалось легче и его удалось вернуть в строй однако для этого пришлось ампутировать ему практически полностью уничтоженные конечности заменив все поврежденные участки тела самыми современными протезами но это я и так знаю что у меня пол тела и запчастей это какие-то общие рассуждения найди другую запись по коджи лежит какая-то на вот эту включи после восстановления характер агента претерпел значительные изменения модель поведения паттерны и даже лексикон существенно изменились в связи с этим было принято решение о выводе плутония из состава спецотряда аргентум чтобы исключить всякую возможность рецидива воспоминаний плутония получил новый позывной п-3 из того момента находится в моем личном распоряжении и под моим личным наблюдением контакты п-3 с аргентумом сведены к минимуму личный состав аргентума предупрежден о недопустимости упоминания в присутствии п-3 радио позывного блесна да ёбаный сейчас еще принесу в смысле тебя сеченов на поводок посадил распоряжается тобой как хочет слышь подруга у мне жизнь спас нет уж я не знаю что я подобный работа у меня такая ничью и память стерли да потому что раньше мне всегда говорили что со мной делал давай еще запись на пока тут запись вон еще вон вон или что это то не записи это шмон на этой посмотрим что операция по имплантации нейрополимерного расширителя функции мозга восход цель полное удаление деструктивных реакций основанных на травматических воспоминаниях пациент майор ничаев кодовое имя плутоний попытка номер три первые две операции прошли неудачно полностью излечить последствия тяжелых черепно-мозговых травм полученных при событиях в болгарии не представляется возможным без кардинального вмешательства в психику пациент подлежит автаназии автаназии он хотел тебя убить помолчи я не понял можешь перевести что он сказал тебе не понравится говори давай пациента наблюдаются тяжелые галлюцинации ты снова видел жену сынок откуда откуда вы это знаете установка импланта восход позволит обеспечить пациента искусственной памятью и устранит фиксацию сознания на образе погибшей жены жены бред я никогда не был женат благодаря мозговому импланту восход мы можем направлять сознание агента вымышленный мир под кодовым названием лимба дистанционной подачи импульса напрямую в гипофиз таким образом объект по команде переходит в боевой режим хочу добавить что я категорически против это какая-то чушь это какая-то чушь этого не можешь тебе придется в это поверить стоит сеченого нажать на кнопку и твое сознание отправится в маленький личный рай тело тело будет убивать всех кого прикажут дожди я щас чертовщина какая-то а галлюцинация то что тоже все сечен галлюцинация это защитная реакция твоего мозга да какого хрена я вам всем должен здесь верить шеф бы не поступил так со мной никогда да конечно например не стёр бы из твоей памяти что ты был женат или не создал бы коллектив как систему управления сознанием да кто сказал что это именно сечен там вообще не видно кто в кресле сидит не веришь спроси у него сам ебучие пироги короче смотри как я понимаю когда мы в лимба в это входили дал случалось всякая хрень погибли там сначала вот это гулять херня какой план майор нас двоих ждут в челомея чтобы остановить сеченова нам нужно ему подыграть доставишь меня как пленницу а потом а потом будем импровизировать вот я же говорил что по мне а в думай все мне дай минутку я попробую взломать лифт чтобы мы могли выбраться на поверхность давай это майор я о произошедшем нет данных дурака ты из меня не делай желающих и так что-то много нет данных нет данных блять ты все время был в курсе всего ты нахуя хразом то назывался ты же харитон сука родионович как ты это все объяснять собираешься да нечего тут объяснять ты майор для меня такой же храз как и я для тебя посторонняя сущность сеченов сначала меня убил потом превратил в не пойми что соплю полимерную а тебе мозги промыл и манипулировал тобой как хотел как я вам двоим доверять могу вот и прикинулся хранителем знаний наблюдать стал то есть кто да я может быть так же поступил ну и чё делать то будем а что тут остается сереж мы с тобой сдружились и знаем всю правду теперь нужно попасть к сеченову устранить несправедливость и отомстить за все то что он с нами сотворил что ж твоя правда харитон несправедливость надо устранять вы хороший человек товарищ майор мне жаль это говорить но вы первый действующий образец рядового звена сети коллектив в понедельник все кто прошел полимеризацию станут такими же управляемыми как и вы твою ж мать да быть такого не может послушай но ведь эту гребаную примочку устройство мысль ее же можно просто снять к сожалению людям это ничем не поможет сделает только хуже это еще почему потому что ваши мысли пустышка благодаря контроллеру мысль сигнал полимеризированного владельца будет передаваться роботам и прочему оборудованию но не он делает человека частью коллектива мысль можно снять и просто утратить возможность совершать звонки и командовать машинами как же тогда сеченов собрался держать всех в узде частью коллектива людей делает инъекция нейрополимер именно она встраивается в мозг и раз и навсегда сопрягает его с нейросетью от последствий данной инъекции невозможно избавиться все кто получит инъекцию уже никуда не денутся а у меня у меня действительно была жена как ее звали екатерина и вам не понравится то что я сейчас скажу товарищ майор я это уже слышал только вряд ли меня можно удивить еще чем-нибудь вы с женой служили в спецотряде аргентом Катя была высокопрофессиональным сотрудником с детства занималась балетом и достигла значительных успехов как в нем так и в искусстве рукопашного боя балет и рукопашный бой ты что хочешь сказать что стальные близняшки Сеченова да это полная хрень шеф на такое не способен посмотрите на меня товарищ майор после моей смерти мое сознание было помещено сюда после смерти вашей жены ее сознание спасти не удалось но отпечаток ее профессиональных навыков Сеченов помесил в матрицу своих телохранительниц да это да ну нахрен блять такого быть не может эй майор транспорт подан мы можем уходить отсюда пойдем короче смотри когда там всех разнесли и не было ни одного робота нифига а он как раз попал в этот свой мир лимбо да короче и получается что он их всех разнес ну я так думаю и здесь второй раз когда вот она кинула гранату тоже его тут глюкануло мне кажется тоже он там поубивал всех нахрен вот как-то как-то так я думаю вот по поводу то что ну блин то что одна из балерин это его жена вряд ли потому что ну сознание не сознание он уже говорит сознание даже не удалось как бы спасти ну может что-то и заснули в одну из них но это уже не его жена готовы до все идем короче это вообще блокбастер какой-то мне искренне жаль что тебе пришлось пережить все это как он лишь и филатову может прикончить да ёб твою мать мы опять в своем каком-то непонятном мире что ли мы все чудовища во тьме сынок мы все чудовища во тьме сынок мы говорили об этом каждая жизнь из отцовской библиотеки это лишь обоих знаниях я всю жизнь собирал клочки вместе каждый и чтобы создать ни наше жизни ту книгу которая решила определить сознание судьбе и мир это книга человеческой жадности человеческого эго в день и времени погружаться в науку на той стороне планеты они играют в деньги а на это власть народа Наука, разбитая в дребезги, корешками книг, как вы, никто не читал, ни одной существующей ныне социальных систем, не дает человечеству полноценно развиваться. Все они ущербны. Убрать деньги, переложить труб на плечи, убрать неравенство, диктализм и ложь коммунизма, дать людям свободу, ускорить эволюцию, поделиться знанием с каждым и соединить их в единый коллектив. А тогда наука потечет в головах граждан единого государства, великой понятной союза знаний, коллектив. А что? Блин, вот тут, конечно, тоже сделано. Он до конца не договорил. Я-то думал, мне надо идти, там, искать этот выход, куда дальше идти. А он, видишь, блин, раз и прервал речь. А я бы хотел, допустим, ее дослушать до конца. Только что академик Сеченов выступил с заявлением полностью о проблемах слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, очнулся, малец. Наконец-то. Крепко он тебя. Еще немножко и навсегда бы там остался. Где? Где, где? Откуда я знаю, где тебя носят, пока ты людей кромсаешь? Ой, при дочке моей ты нормальный был, веселый. Как ее не стало, ходишь с мурной, а потом как перещелкнет тебя и все, свереешь. Повсюду только кровь до головы оторванная и лежат. Тьфу ты, гадость. Ты, а какой дочке вообще? А Катеньке моя? Чего? Нашей Катеньке совсем тебе память отшипа. Это тесенька, что ли? Причем тут твоя дочь? Для меня дочь. А для тебя? Екатерина Нечаева, позывной Близна. Отряд специального назначения Аргенту. Так ты, значит... Теща, я твоя. Глупый ты, дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюша не стала. А из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал краем уха. Так и чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой и следила. Думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось? Прости, старая. Я от прошлого, не от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, я где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Он ее убил. Сука. Старая. У тебя ствол есть? Да есть, конечно. Чего глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильное решение. Вышибу тебе мозги к черту и дело с концом. Так, пока остави. А Сеченов пусть дальше всех уродуют. Пусть всех изуродуют. Пусть СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. Если ты понял, то вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Блин, у бабка-то за дочку рвет, я понимаю. Вы бы-то не жуль. Чего молчишь? Послушайте старших майор. Деяния товарища Сеченова требуют мести. Это что за говно, Сереж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же змей. Так ты жив? Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон. Так ты что же, и раньше бабу Зину знал, что ли, а? Вместе с Катей? Конспирация майор делополезная. И против нас еще ни разу не играет. Да ты, сученыш, от меня постоянно все скрываешь. Не играла у него так. Да Сеченов больной на всю голову, если так поступает с людьми. Так, подожди. А Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может, и жива. Но в каком виде? Посмотрите на меня. Даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счет у меня нет. Я умоляю тебя, Сережа, Сеченов должен умереть. Да как же вы меня задрали? Ебучие пироги. Это что же получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы. Но вроде как благородные мстители. На другой советский ученый. Академик, который хочет просветить все человечество. Но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Да я хрен его знаю, что делать. Можно же на паузу поставить. Ну смотри. Концовки, получается, в игре две, да? Ааа, нельзя. Я Сеченова пальцем не трону, да? Ядно. А вторая концовка. Мы идем сейчас к Сеченову. И все там. И Сеченова в том числе. Разъебываем, короче. Ну что-то слишком они на меня давят. Они все. Я не покажу, что там в твоем арсенале есть. Ну вот, сыночек, другой. Я Сеченову и пальцем не тронул. Хватит с меня. Отвоевался, боец. Ах, ты опарыш. Тварь ты, дрожащая. Не совершайте ошибку, майор. Немедленно отправляйтесь на Челомель. Вам надо, вы и отправляетесь. Устроили тут самосуд. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не поможет. И так достаточно сделал. Но и не судья академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя исполняет. Да неужели? Тогда почему я еще не в Лимбо, мать, а? А ты не мертва? Что-то не отдает мне приказов волшебных. И, кстати, Харитон, я тут подумал. Да? Хуйно. А ведь и правда полимерный расширитель «Восход», который находится в моей голове, твое изобретение. Ты хотел использовать людей еще до появления коллектива. Может, Сеченов и хочет выбить дерьмо из голов человечества, подавив волю. Но он не уничтожает и не превращает людей в монстр вроде меня. Иначе использовал бы «Восход», а не мысли привил. Это ошибка! Ах ты сука! На, тварь! Не отвертишься! Вот. Вот так-то лучше. Согласно данным скамер видеонаблюдения, майор П-3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П-3 не предоставил. Академик Сеченов оценил данное нарушение как незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось. Ну, короче, блин, одна вот из концовок вот эта, да, его просто все заколебало, ну, видимо, надоело там все крушить, убивать. В общем, он от всего отказался и свалил. Вот так послал при этом всех. Вот, вторую концовку мы, естественно, посмотрим, но уже не сегодня, не в этом ролике, точнее. Я перепройду до этого момента, до выбора, где мы должны будем сделать выбор, и мы пойдем к Сеченову и посмотрим, что будет там. Хотя, ну, вот эта концовка, мне кажется, она... она не настоящая, потому что, ну, как-то все закончилось, и все. Сеченову все-таки сходить нужно. Возможно, биться может и не придется, может Сеченов что-то другое скажет, и там тогда мы уже поверимся. Опять же, Сеченову, т.д. и т.д. и не будем его трогать. Блин, я не знаю, как будет. Ну, в общем, посмотрим. А на этом это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры создал DimaTorzok Диана Торзак Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...